Это магнолия Кобус, гордость ботанического сада. Она начинает свисти раньше всех. В этом году первые цветы распустились еще 17 апреля. Просто в магазинах купить магнолию Кобус достаточно проблематично, но на ежегодных ярмарках ботанического сада это реально. Примерно 30 саженцев магнолии Кобус раскупили меньше, чем за 2 часа, еще до официального открытия ярмарки. Организаторы признаются, товар у них обычно долго не залеживается. Хотя ярмарка начинает работать в 10, в 8 часов утра у нас уже были наши традиционные покупатели, постоянные посетители нашей ярмарки, они приходят, общаются, разговаривают друг с другом. Одни садоводы приходят с конкретными целями, другие просто посмотреть, третьи за консультацией. Смысл ярмарки ботанического сада не столько продать, сколько ответить людям на вопросы по поводу растений и объяснить, как лучше выращивать тот или иной вид. Вопросов очень много, как бы все спрашивают, кто про елочки, кто про розы, кто про сирене, поэтому работы хватает. Большой спрос на редкие растения и на те, что занесены в Красную книгу. Например, некоторые виды рододендронов и ирисов, а также гинго. Последнее вызывает особый интерес, так как считается, что оно существовало еще во времена динозавров. Разводят такие эксклюзивы в специальной лаборатории сада с помощью микроколонального размножения, то есть помещают маленькую ткань растения на особую питательную среду и следят за ее развитием. С помощью этого размножения мы можем получать здоровые растения, освобожденные от вирусов, мы можем получать много растений, мы можем сокращать сроки размножения растений, ну и плюс мы можем ввести с помощью этого метода селекцию при сохранении каких-то сортов, выведении каких-то новых сортов. А это очередь за ирисами. Некоторые люди здесь стоят часами. Все потому, что товар достаточно редкий, по крайней мере для Владивостока. Огромную коллекцию привозят на ярмарку садовод из Партизанска. Люди говорят, что некоторые виды цветов можно купить только у него. А, здесь сортовые, здесь очень красивые. И какие вы хотите? Японские гибриды и наши, бородатые. Некоторые посетители признавались, что не пропустили ни одной ярмарки в течение пяти лет. А кто-то наоборот, сегодня на ней впервые. Я первый раз приехал на пробу. То есть посмотреть, как это получится, как это вообще приживется. Вот гинка, магнолию, зибальта, багряник японский взял. Господи, что еще взял? Айву японскую взял. Ботанический сад Владивостока подобные ярмарки проводят регулярно, осенью и весной. Обычно они двухдневные. Однако, кто не успел что-то приобрести, может оформить заказ на официальном сайте учреждения и приехать за товаром. К слову, продают на ярмарках только те растения, которые выращивают в ботаническом саду. Поэтому-то специалисты и знают все нюансы их произрастания в приморской почве. Ирина Мокрецова, Андрей Макаров. Новости на Восьмом.